Считается, что ядовитые растения можно встретить только где-нибудь в жарких тропиках, но на самом деле многие из них растут и в средней платье России. Они невзрачны, не так известны, как крапива, на них редко обращают внимание, но они всегда рядом с нами, в парках, на огородах, на речке, в лесу и даже у дома. Борщевик сосновского может достигать 3 метров в высоту и чем-то напоминает гигантский укроп с большими белыми соцветиями. Сок борщевика содержит светочувствительные вещества, которые даже под слабым действием ультрафиолета могут вызывать серьезные повреждения кожи. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению в первое время не вызывает никаких неприятных ощущений. При попадании в глаза сок борщевика может привести к слепоте, а если им поражено более 80% тела, то велика вероятность летального исхода. В отличие от огородного, который широко применяют в кулинарии, пастернак у луговой тоже ядовит. Его высота редко превышает 1,5 метра, что делает пастернак практически незаметным в луговой траве. Сок и пыльца растения, так же как у борщевика, повышают чувствительность кожи к солнечному свету и приводят к серьезным ожогам. Наиболее опасным пастернак считается в июле и августе. Болиголов пятнистый часто встречается на огородах, свалках и берегах рек. Стебель ветвистый с красновато-бурыми пятнами в нижней части может достигать высоту до 2 метров. Мелкие белые цветки собраны в многочисленные соцветия. Характерная черта болиголова – тяжелый и неприятный запах. Важно знать, что все части растений ядовиты. Они содержат алкалоиды, которые могут вызывать судороги и остановку дыхания. Кто из нас не слышал о таком растении, как лютик? Его можно встретить на берегах прудов и рек, заболоченных лугах и травяных болотах. Он часто попадает к нам в дом с букетом полевых цветов. Растение чрезвычайно опасно своим едким соком. На кожу он вызывает ожоги, а при попадании на слизистые – сильное чувство жжения. В более тяжелых случаях может произойти поражение нервной системы. Дельфиниум из семейства лютиковых давно известен садоводам и ценится за долгое и красивое цветение. Но работать с ним можно только в перчатках. Дельфиниум содержит алкалоиды, которые очень опасны для организма человека и животного. Попадая внутрь, они повреждают центральную нервную систему, нарушают сердечный ритм, вызывают отравление. Крупные белые, розовые и сиреневые цветки ясенца никого не оставляют равнодушным. А когда появляются плоды – коробочки с блестящими черными семенами – он начинает пахнуть, как цедра апельсина. К этому растению ни в коем случае нельзя прикасаться и нюхать. Через сутки после прикосновения на коже появляются ожоги с образованием волдырей, которые со временем превращаются в язвы, шрамы от которых заживают около года. Поражение большого участка кожи опасно для жизни. На территории России род семейства молочайных представлен 160 видами. Все они содержат едкий млечный сок, который и дал им название. Молочай не только выращивают в комнатных условиях, но и используют для украшения сада. При контакте с ним нужно быть очень осторожным. Если немного надломить ветку или лист, можно получить серьезный ожог, незаживающий язвы и воспаление. Попадание сока на слизистый глаз может обернуться временной слепотой. О том, какие еще ядовитые растения встречаются в нашей полосе, расскажем в следующем выпуске программы «Жить легко». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова